Здравствуйте виноградари, вы снова на канале Виноградник за окном и с вами снова я, постоянный ведущий Юрий Егорудин. Открыл виноград, не подвязывал пока что, вот такой беспорядок, если конечно видно, но хочу рассказать сегодня о том, как я хочу сформировать куст трезамата на перголе или на навесе, даже не знаю как будет правильнее сказать. И вот во всем этом здесь единственная проблема, это как укрывать затем куст винограда. Если мы куст винограда не укрываем, то проблемы никакой нет. Забросили на арку, забросили на навес, на перголу, куда угодно. Виноград растет, там обрезаем его и больше никаких проблем у нас с этим и нет. Но если мы куст винограда собираемся укрывать, то сразу возникает проблема. У меня кстати на этом навесе этот куст, который вы сейчас видите вот там вдалеке, вот самый ближний он, он у меня уже был около наверное 12-13, а может быть даже 14 лет. Я обрезал старые рукава, сформировал два новых. Сейчас покажу, как это будет выглядеть сейчас по устройству. Но здесь каждый должен конечно по месту, где он находится, как-то подумать и сделать. Но я сделал таким образом. У меня вот эта последняя опора в ряду и вот вверху к ней я закрепил вот такой навес. Вот видите из тонкой профильной трубы. И вот уже можно увидеть. Я взял такую указочку. Вот один это уже плодовое звено ушло влево. Вот еще одно, вот еще одно. То есть я уже забросил на этот навес 4 плодовых стрелки. Это в районе где-то 40-50 почек. Они очень длинные. То есть общая длина рукава сейчас у меня составляет самого большого около 8 метров. Это от земли до конца плодовой стрелки. А сейчас я вам покажу еще поближе, как я буду укрывать. Почему я сейчас решил снять это видео? Потому что у меня остались канавки, в которые я его укладывал. И сейчас будет довольно, наверное, хорошо понятно. Значит, вот этот мой куст. И вот сейчас у меня вот этот рукав, этот один рукав, он довольно уже молодой, конечно, остался, который я еще использую. А вот там дальше вот один и вот там второй. Там можно увидеть, что толщина, наверное, как моя рука. Как же я укрываю этот свой виноград, который я забрасываю на навес. Вот этот рукав, вот голова куста, он идет сюда. И вот посмотрите, в этом месте, вот, он начинает подниматься вверх. И то есть я его, когда укрываю осенью, я просто опускаю на землю. И вот таким образом я его ложу. Практически я ничего не ломаю, не гну. Он просто ложится на землю. И сейчас покажу вот там. Вот видите, канавка. Вот уходит канава. А вот следующая опора, вот опора, это соседний ряд. И то есть я ложу свои рукава на бок, ложу в эту канаву. И они переходят у меня навстречу, как бы, укрытию соседний ряд. Вот такая небольшая получилась у меня конструкция. Ничего сложного. То есть вот я приспособился так. И, в общем-то, никакой сложности в укрытии нет. Потому что вот этот рукав, который вы видите, его даже не нужно как-то сгибать, ломать. Он спокойный, он просто сам падает на землю. Падает на землю, вот в эту канаву. И я его укрываю обычной землей. Но для своего навеса я еще сформировал два рукава. Вот эти два рукава. И чтобы не сажать здесь новый куст, я просто сделал катавлак. Вот у меня старый куст винограда. И вот, как можно увидеть, уходит в землю. Это я специально сформировал такой длинный рукав. Это было два года назад. И здесь на глубине 60 сантиметров прикопан этот рукав. И там уже сформировалась своя корневая. Но вот этот куст в дальнейшем я собираюсь убрать. Но корневую удалять не буду. То есть у меня будет вот эта корневая. Вот здесь 60 сантиметров под землей. Все, что там образуется. Какие корни это все будет питать. Вот эти два моих рукава. И эти два рукава я поднял вот здесь по этой опоре вертикально вверх. На высоту 2,5 метра. И там буду формировать плодовые звенья. То есть стучки замещения и плодовые стрелки. То есть обычная процедура, ничем не отличающаяся при любой другой шпалере. То ли это будет у вас вертикальная, то ли вот такая, как у меня, двухплоскостная. Эти рукава я тоже буду укладывать вот так на бок, вот в эту канавку. Эта канавка у меня соединена вот с этим соседним рядом. И уходит дальше. И таким образом можно укрывать хоть 30 метровый рукав. Ну, конечно, такого не потребуется, но возможность такая существует. Вот такое у меня получилось видео о том, как я формирую куст резомата на навесе, либо на перголе. Просили несколько виноградарей. Постараюсь снять видео осенью, либо летом, когда будет немножко интереснее. Когда будут кисти, соцветия, грозди. Тогда, наверное, и вид будет немножко получше. Ну и все. До скорой встречи. До свидания. Пока. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Посмотрим, что у меня будет получаться. А пока что, до свидания. До свидания.